Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной выпуск новостей The Isle of Rim. Перед началом ролика, как обычно, хочется сказать огромное спасибо спонсорам и донатерам за поддержку канала. Спасибо, друзья! Короче, погнали! Начнем, наверное, с того, что Донди недавно провел достаточно долгий стрим, около трех часов почти, на котором я полностью просидел, и много чего мы там увидели. Для тех, кто не видел, на канале есть ролик отдельно. Да, отдельное спасибо, Ланелли. Итак, погнали! В общем, из увиденного Мэйозавр, Тирекс, система теплых восходящих потоков, оружие у людей и даже, блин, гиперкарна. Воспользуюсь моментом, для тех, кто не знал, у канала появился свой бусте, ссылки будут в описании. Для тех, кому интересно, подписывайся и вступай. Все ролики на бусте будут выходить намного раньше, чем на ютуб. Также, там в будущем будут ролики, которые вы не увидите на основном канале. Итак, ну, что могу лично сказать по всему этому поводу? Обещал, да. Наверное, сегодня мне придется чуть выговориться. Я буду недоволен. Часть просто-напросто затравка, не иначе. То есть, половина. Да, конечно, мы еще вроде ли видели Герреру, и она полностью готова. Сам Дон говорил это. Вопрос, а где она в игре? Тестов опять нет, обещали. Окей, ладно. Майозавр. Как по мне, его классно было видеть в Иврима. Ну, выглядел он что-то как беременная корову, по-моему. То есть, она, как мне кажется, даже не имеет каких-либо функций пока что. Хотя, он есть уже в панели разработчиков. Терекс, не хватает ему некоторых функций. Сразу скажу, будет очень сложно расти. Как многие говорят, часов в семь понадобится. А теперь представь себе в игре эту могучую машину. Да, он будет достаточно сильным, но сожрать тебя захочет буквально любой хищник на любом этапе роста. Почему? Да потому что ты сам потом станешь закуской. Гиперкарнотавр. Тут мой мозг вообще улетел с границы нашей галактики. Не рановато ли нам его показали? Так, как будто мы уже имеем систему старейшин, перки имеем в составе 60 динозавров, все функции и бла-бла-бла. Ладно. Представить, конечно, как этот дракон будет выглядеть в Иврима, я еще, честно, не был готов. Наверное, из всего, что меня порадовало, это тесты теплых восходящих потоков, которые в скором времени будут добавлены. Этого давно не хватало в игре, очень пригодится любому виду летунов, то есть птерозаврам или летающим ящерам. Высокие скалы или камни будут нагреваться под солнцем, слой воздуха, лежащий на нем, будет нагреваться и увеличиваться в объеме. Он начнет подниматься вверх. Летишь без стамина, такой раз подхватил и можешь пролететь выше и дальше. Что там далее? Так, давайте сначала вы посмотрите вот на эту модель анимацию пситакозавра. Как тебе? Пиши в комментариях. Следующие динозавры по производству будут Алазавр и Камаразавр. Люди в игре. Нам показали оружие. Честно, я сам за людей в игре, да я обожаю лор и буду их ждать однозначно. Конечно, я отчасти понимаю, что это будет похоже чуть на DayZ. Оружие, конечно, так себе пока сделано, хотя нас уверяли, все готово. Вот, вот и мы увидим наемников в игре. С точки зрения, по мне, графически и визуально оно сделано хорошо и вроде разброс пуль от выстрелов даже есть, как мне показалось. Также стало известно, что лут, необходимый для наемников, будет находиться только в куполах на карте. Также на стриме Дона было неоднократно два срача по поводу новой стамины, которую я уже обсуждал и не хочу больше пока о ней говорить. Вторая по поводу денег. Да, ребята, скажу сразу, многое мы не знаем, но от себя скажу, лучше не лезть туда. Если вдруг, конечно, когда-то мы все сильно разозлимся или нас кинут, то, наверное, я выговорюсь по полной. Нет, абсолютно, я пока честно верю в успех игры, но, блин, может уже пора нам дать что-то новое. Еще показали новый удар Дриозавра, что мне так даже очень понравилось. Удары ногами, похожие на Галлимимуса. Не такой уж и бесполезный теперь будет. Давайте расскажу по поводу искусственного интеллекта. Корнотавр и Циратозавр будут следующими введенными ботами в игру. У каждого искусственного персонажа однозначно будет затрата своей стамины и бледа. Вот что еще планирует сделать разработок. Это то, что искусственный интеллект травоядных сможет работать так, чтобы собираться в стада разного вида. По мне прикольно. Тяжеловато, наверное, будет отличить игроков на стадии от ботов. Также, Панч Пакет показал нам 7 новых пустых карточек. По сути, то ли это отсылка к новым 7 динозаврам, то ли это просто сделано для фанов игры. Контент-мейкерам, чтобы те делали свои сюжеты по ним. Я так немного, короче, не понял. Пишите комментарии, буду рад почитать. Кто-то меня спрашивал, будет ли функция эмоций у динозавра, как в том же Path of Titans. Сказали, что, возможно, это включат. Короче, посмотрим. Ну, от себя я тебе желаю обязательно мирного неба над головой. Берегите себя и хорошего выживания в The Isle of Rima. Скоро увидимся на стримах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok